Не спрашивайте меня, почему я так назвал это видео. Вы сами зашли посмотреть, что здесь происходит. Сегодня приготовим шикарные фрикадельки. Фрикадельки очень вкусные, сочные, всем доступные и вам точно понравится. Предлагаю посмотреть рецепт прямо сейчас. В первую очередь отправим вариться рис. Это один из основных наших ингредиентов. Мне потребуется где-то 1 треть такой чашки. Следующий ингредиент лук. У меня здесь красный. Не обращайте вниманием, подойдет абсолютно любой. А также использую пару морковок. Натираю на вот это как-то обычная терка. В первую очередь обжариваем лук, чтобы он успел покармелизоваться и спустя 2-3 минутки к нему добавим морковь. У меня есть миска, куда я теперь перекладываю свою зажарку. И сразу сюда добавлю специи. Это копченая паприка. Ее вообще можно не жалеть. Это вкуснятина. Немного черного перца. Сушеный чеснок. Можно и обычный, но у меня есть сушеный. Мускатный орех на любителя. Соль. Следующий ингредиент это фасоль. У меня готовая здесь консервированная. Я беру 2 банки. Вы можете купить дома фасоль обычную и ее отварить, сами подготовить. Просто отварную. Так будет еще дешевле. Фасоль слишком крупная для фрикаделек, поэтому я ее сейчас немного измельчу. Не в полную кашу, но так. Вот так примерно. Отправляем фасоль к специям и пережарке. Рис получился липкий. Как раз то, что нужно для того, чтобы сделать такие фрикадельки. Лучше будут формироваться, лучше будут они липнуть. Все как надо. Запекать фрикадельки будем между красными и белыми слоями. Красные это будут у нас протертые томаты. Немножко с оливковым маслом там специи накидаем. А сверху будет у нас соус бешамель. Для этого возьмем стакан где-то 250 миллилитров классического овсяного немолока. Переливаем его сюда и нагреваем. Кипятить не обязательно. Главное, чтобы было горячим. Лучше всего использовать сотейник. У меня нет. Осталась только сковородка. Здесь я нагрел масло. Беру одну ложку столовую. Муку и немного ее сюда просею. Начинаем обжаривать. Помешиваю муку. И достаточно. Как только мука начинает коричневить, добавляем горячее молоко. И хорошенько сразу же перемешиваю. В соус теперь необходимо добавить мускатный орех. Здесь его присутствие просто обязательно. И соль. Это по вкусу. Густоту соуса сами определяйте количеством молока. Для запекания я буду использовать примерно такое. Так выглядит моя форма для запекания фрикаделек. На ее дно налью протертые томаты. Сейчас продаются даже вот так вот уже. В бутылках. Смотрите, какая красота. Сюда можно добавить немного прованские травы или итальянские, как они называются. Ну, неважно. Вообще можно добавлять. Теперь возвращаемся к нашему фаршу. Фрикадельки. Просто берем наугад сколько-нибудь. И теперь примерно столько же берем постоянно. Формируем из этого что-то более-менее круглое. Та-да! Мы получаем заготовочку на фрикадельке. И вот такая красота получилась. Оцените. Я это отправляю запекаться. И сейчас вы увидите, как это выглядит после запекания. Оп! Ну что, настало время попробовать. Зацените, какая красота. Ровный, идеально ровный. А самое главное, что под ним соус. А это значит очень сочный. Идеально сочный. Просто идеально сочный. Любой гарнир к этим фрикаделькам подойдет. Пюре, спагетти. Я не знаю там. Ну, кроме, наверное, риса и фасоли, да? Остальное подойдет все. Очень вкусно. Еще можно вот эти фрикадельки положить в разрезанный багет. Туда еще соус, зелень. И такой вот сэндвич сделать с фрикадельками. Я надеюсь, что рецепт вам понравился и пригодится. Еще больше рецептов можете найти по ссылочкам в описании к этому видео. Обязательно ставьте лайки, делитесь с друзьями. И пишите в комментариях, что думаете об этом. Это был Михаил Веган. Всем до новых встреч. Пока. Ну, вкусно. 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 Но, по сути, вкусно. Субтитры сделал DimaTorzok